Какой стоп-кадр, да, ребята, такая, ах, хо-хо-хо, нормально так, да? Окей, девочки, делюсь своими тремя главными правилами в дейтинг жизни. Первое. Если я не хочу трахаться с мужиком на первом свидании, то второе свидание с этим мужиком никогда не состоится, ибо нахо мне видится с человеком, которого я не хочу трахать. Второе. Если я все-таки хочу трахать этого мужика, то его нужно как можно скорее затестить, потому что, блядь, я не хочу потратить три недели на его ухаживание, чтобы потом вдруг обнаружить, что у нас с ним в сексе вайп не сходится. Так она его будет или он ее будет, я что-то не понял, слушайте. Что я люблю жестко, он любит нежно, что я люблю дока, а он скорострел, что у него там корнишон и т.д. и т.п. Мужика нужно затестить, но сделать это можно не только переспав с ним на первом свидании. Типа методы затестить мужика на самом деле, да, и методов понять, какой мужик в постели, тоже я еще ни разу не ошибалась. Собственно, эта фраза говорит, ребята, что там было их столько, если она ни разу не ошибалась. На своем третьем правиле в детстве жизни я расскажу себя в инстаграм. Подписывайся, там еще больше сучьего контента. Сучьего контента? Я такое первый раз слышу, ребят. Ой, кошмар. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Представляешь, ребята, вот такая ситуация, просто представьте. Ты там думал, как же вот, как найти себе чайку, там, и сайты знакомства спробовал, там, и вживую знакомился, и в соцсетях, и там через знакомых знакомился, там, что только не пробовал, да, находится. Вот эта вот особа, да. Ты приходишь к ней на... Точнее, ты думаешь перед свиданием о ней, вот так, что надо сказать, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы выглядеть интересно, хорошо, чтобы я и веселый, и интересный был, там, да, и сильный, и мужественный, и так далее, да. Готовишься, там, да, вот там, там, побрился, там, все погладил, там, на мыл, настирал, там, короче, да, все классно. Идешь туда, волнуйся, сердечко колотит. Приходишь, она тебе говорит, давай сразу в жопу. В общем, вы поняли меня, да? Кот как? Ребята, вы понимаете, что оленям она сломает систему, которые будут, они пришли боготворить ее, дарить ей подарки, обеспечивать, решать ее проблемы, брать за нее ответственность, она говорит, давай в жопу сразу, что ты ее... Ну, вообще, везде, абсолютно, куда, как, что, она хочет затестить сразу тебя. Но вопрос, что, уже обрадовались, да, ребята, обрадовались? Судя по ее монологу, ребята, не факт, что жопа будет ее. А-а-а-а, сжалось, сжалось небось, да? Как острее иголочки стало, да? Опасайтесь таких чаечек, ребята. А то самому чаечкой можно стать с такой на свидание. Представляете, ты приходишь, как бы там, хоп, а тебя на оковы какие-нибудь там, да? Кровати при этот приковала, как бы и все. Сейчас у тебя будем чаечку делать. Это же кошмар, ребята. Лучше, я не знаю, я потом бы... Я не смог бы потом продолжать дальше. Я в себе отгрыз бы этот наручники, нахрен, может быть, даже и руку. Вот и убежал бы, в балкон бы вылетел нафиг, вы представляете? Но она же говорит, я хочу его охренеть. Чаечка. Нельзя такое делать. Нельзя. Давайте дальше. У девочек так было, когда между отношениями, точнее, после каких-то неудачных отношений, встречаешь мужика, который полностью вообще никак не вклинивается в обычный ряд твоих мужчин. Ну, то есть козел, 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 ты бог. И вот он вообще не такой. И он как с другой планеты. Он не похож ни на одного твоего бывшего. И обычно такие мужики заветают буквально там на неделю-две, на месяц какой-то. У тебя все ярко. Представляете, у человечка уже путь какой пройденный, да? Сколько я на виду, уже лет 48? Ну, так, примерно, да? На мой субъективный взгляд. На неделе-две, на месяц, типа, а их там уже бывших было. Ребята, представляете там, какое непаханное поле? Точнее, паханное поле уже пройдено. Ё-моё. 40 гектар, ребят. В одну сторону. Очень эмоционально, а потом, как залетел, так же и пропадает. Очень резко и бесследно, и навсегда. Я не могла понять вообще, что за персонажи, для чего они. А потом до меня дошло. Вот эти мужчинки, которые сильно выбиваются из общего ряда, они показывают ровно то, к чему ты не готова. Вот чётко всё, что тебя в нём восхищает в этом моменте, да, вот за что ты его там принцем и богом считаешь, вот ты к этому всему не готова. А это такая лакмусовая бумажечка, которая заставляет по-хорошему, если правильно отнестись к этому, к такой встрече, да, и проанализировать её, то она чётко показывает то, к чему в мужчине ты не готова, или к какому качеству отношений ты не готова. Что ты хочешь, но оно идёт в разрез с твоими внутренними настройками, с твоими убеждениями. То есть на уровне мозга ты как бы хочешь этого всего, но ты будешь не способна это принять, если таки получишь. Слушайте, ну судя по этой чаечке, вот глядя на неё, вообще не в моём вкусе. Я не знаю, как у неё там могло быть столько, я не знаю, пройденных бывших, как бы кто там с ней коннектился, я не знаю, слушайте, ну не в моём вкусе это стопроцентово. Ну ладно, о вкусах не спорь, это дело такое. Я, говорит, ты, точнее, ты, говорит, не готова, если, допустим, ты встречаешь мачо супермена, типа в её понимание, типа, ой, он такой, не такой, как всеми, неземной, там просто вообще великолепный, самый лучший, да, то это значит дело, то есть она вообще не оставляет никакого шанса, что действительно мужчина такой, ну хороший, интересный такой, да, вот, нет, это она не готова, значит, он такой, как все, а это она не готова к этому всему. То есть, ребята, а потому что, знаете, почему не готова? А потому что до этого она велась на альфачей, так называемый, да, там на две недельки на месяц, в пачпоках-то, как бы, а тут, как бы, допустим, попадается более-менее серьёзный мужчина, как бы, да, который там готов, ну, подольше с ней побыть, ну, к примеру, там, да, что-то посерьёзнее более-менее. Нет, всё, нет, а у неё шаблон ломается, как это так, чё это, а чё, ты меня будешь чпокать больше двух недель, что ли, или что? Ой, а я так не привыкла, я обычно отменяю, да? Это обалденно. Конечно, тогда в ней проблема. В ней проблема в том восприятии, что, как бы, так самое интересное, ребят, она же выделяет вот это вот мужчину, якобы, там, из той серой массы, которую она прошла уже, да, вот куча бывших, якобы то, что, там, абьюзеры, там, курил, пил, бил, изменял, а тут раз, хопа, и такой. И это я к нему не готова. Вопрос, а ты чё тогда с ними коннектилась тогда? Она говорит тебе, я привыкла уже к такому отношению. Слушай, как можно привыкнуть к этому? Вообще, ты, знаете, вот этот вот абьюз, это бич чаечных разговоров в ТикТоке, они, знаете, вот годами, десятилетиями с ними живут, и вот постоянно на те же грабли наступают, и наступают, и наступают, и самое главное, в этом винтоватые мужики, это он плохой. Но вы же кайфуете от них, вы же в моменте от них кайфуете. Когда вы там уходите от них, да, вы там обсуждаете такой-сякой, чё ты с ним жила 7 лет, скажи, там, 7, 10, 15, там, или такого же потом опять же нашла, зачем? Да потому что кайф они ловят, ребята. Но там есть одна составляющая, они деньги им не дают, абьюзеры не дают им деньги, арбузеры. Давал бы деньги, было бы вообще всё идеально, ребята. Абьюзеры были бы самые лучшие люди на планете. А так деньги не дают. Плохие. Ребята, не забывайте ко мне добавляться вконтакте, в друзьях, ссылочки все есть в описании. Прекрасного у меня и хорошего настроения.